Неусани, Украина. Зеленский руками радикалов уничтожил памятник Жукову, на который не поднялась рука у Порошенко и Саакашвили. Неусани, Украина. 3 ноября 2019 года. 31 октября в городе Одессе националисты демонтировали памятный знак маршала Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову, установленный по адресу улица Канатная, 87. Особое возмущение вызывает тот факт, что в этот раз сотрудничество национал-радикалов с властью было документально оформлено. Вандалы демонстрировали желающим письмо, подписанное фигурантом многочисленных коррупционных скандалов, руководителем квартирно-эксплуатационного отдела Министерства обороны в Одессе Дмитрием Конюховым. В этом письме, оправдывающем вандалистское уничтожение памятного знака, Конюхов ссылается на два распоряжения Одесской областной администрации, номер 305-2016 и номер 892-2019. Причем в распоряжении, датированном 2016 годом и подписанном Михаилом Саакашвили, нет упоминания памятного знака Жукову, установленного на улице Канатной, 87. Однако 24 июля 2019 года назначены уже президентом Зеленским и, о, глава Одесской ОГО Светлана Шаталова подписала трусливые распоряжения, состоящие, по сути, из одной фразы, город Одесса, штабной переулок, один заменить словами и цифрами город Одесса, улица Канатная, 87. И касалось данное распоряжение изменения перечня памятников, подлежащих демонтажу. Эта правка ставленницей Зеленского открыла национал-радикалам дорогу к уничтожению одной из одесских достопримечательностей – места памяти одесситов. Президент Зеленский. В Одессе назначенные вами, починенные вам и, безусловно, выполняющие ваши распоряжения люди уничтожили памятный знак, на который не поднялась рука у Порошенко и Саакашвили. И сделано это не просто с игнорированием закона о декоммунизации, а с его преднамеренным искажением. Георгий Константинович Жуков не просто герой Великой Отечественной войны, маршал Победы, который был удостоен чести принимать парад Победы, автор множества блистательных военных операций, человек, освобождавший Украину от нацистов, а Одессу, от распоясавшегося после войны криминала, кавалер 4 звания героя, двух орденов Победы и огромного количества других наград. Закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического, нацистского, тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики не распространяется на героев Великой Отечественной войны и Победы над нацизмом. Цинизм ситуации заключается в том, что городской голова Одессы Геннадий Труханов, который хорошо знает, с каким почтением и уважением относятся Одесситы к маршалу Жукову и его героическому прошлому. Не сделал ничего, чтобы остановить вандальские действия ура патриотов и так называемой народной власти. Мэр, который придал интересы своих граждан, который допустил уничтожение памятного знака маршалу Жукову, должен уйти в отставку. Отметим, что особый символизм уничтожения у памятного знака Жукову придает тот факт, что это было сделано в день визита в Украину генерального секретаря НАТО Янса Столтенберга. В Североатлантическом альянсе хорошо помнят о военной мощи их бывшего стратегического противника и, вероятно, получают особое удовольствие от самоунижения своих нынешних слуг, топчущих память собственных героических предков и всего украинского народа. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.